В эфире iNews. Программа о науке и высоких технологиях. Студии Андрей Соколов. Здравствуйте! Microsoft и Sony готовятся обновить свои игровые приставки. Напомним, обе консоли продаются еще с 2013 года. Новые Xbox One S и PlayStation 4 Neo представляют собой не следующее поколение, а лишь улучшенную версию нынешнего. Начнем с приставки Microsoft. Новый Xbox One получил приставку S, которая расшифровывается как Slim, тонкий. Консоль почти вдвое компактнее своей предшественницы, а вот внутри несколько мощнее. В частности, приставка теперь может выводить контент в разрешении 4К. Также Xbox One S обладает поддержкой HDR-режима для игр и видео. Это расширенный динамический диапазон. USB-порт перенесли на лицевую панель для более удобного доступа. Также обновили инфракрасный датчик и добавили поддержку новой версии Bluetooth, которая увеличивает радиус приема. С другой стороны, новинка лишилась выделенного порта для Kinect. Если геймеры захотят подключить голосовой контроллер, им понадобится купить отдельный USB-адаптер. Релиз Xbox One S намечен на конец нынешнего августа. Далее о главном конкуренте Xbox — приставке PlayStation. Пока в Sony лишь рассказали о существовании консоли, представят ее несколько позже. Известно, что PlayStation 4 Neo не заместит обычную четверку, а будет продаваться параллельно. При этом цена будет заметно выше из-за более мощного железа. Официально заявлено, что приставка будет поддерживать 4К-телевизоры. Помимо этого, к новой консоли можно будет подключить шлем виртуальной реальности PlayStation VR, который поступит в продажу нынешней осенью. Точная дата анонса усовершенствованной приставки Sony пока неизвестна. Студия Codemasters назвала точную дату релиза гоночного симулятора Formula 1 2016, а заодно показала геймплей игры. Запуск на приставках Xbox One и PlayStation 4, а также на персональных компьютерах намечен на 19 августа. Formula 1 2016 вновь вводит в серию режим карьеры. По словам разработчиков, он выполняет роль ядра всего проекта и позволит игрокам создать свою собственную легенду становления в мире гонок, растянутую на целых 10 сезонов. Пользователи смогут выбрать любую понравившуюся команду Formula 1. У каждой будут свои сильные и слабые стороны. С командой, которая находится внизу турнирной таблицы, победить будет сложнее, зато с таким составом гораздо легче оправдать, а то и превзойти ожидания спонсоров. Создатели обещают настоящую драму, где будут показаны не только непосредственно гонки, но и закулисные жизни соревнований. Главное, чтобы с этим не переборщили, ведь чрезмерное увлечение с сюжетными вставками может отрицательно сказаться на драйве, а ведь ради этого и играют в гонки. Помимо прочего, разработчики обещали богатую систему настроек и развитие гоночной машины, а также возможность тестировать болид во время тренировочных заездов. Компания Manom еще в прошлом году, анонсировавшая свой необычный круглый смартфон, видимо, не сумев самостоятельно запустить производство, открыла сбор средств на одной из стартап-платформ. Гаджет получил название Ransible. Разработчики продвигают смартфон как близкий к природе. В качестве оформления задней крышки, помимо пластика, предлагаются различные породы деревьев. Кроме того, софт будет ориентирован на путешественников, так карты предложат не самый короткий и удобный маршрут, а наиболее живописный, чтобы полюбоваться на природу или городские красивости. Железо не блещет возможностями, но мы с вами понимаем, что сок в данном случае не в характеристиках. Пользователям предложат экран 2,5 дюйма с разрешением 640 на 640 точек. Здесь стоит процессор Qualcomm Snapdragon 410 и графический чип Adreno 306. Оперативной памяти 1 гигабайт, постоянной 8 гигов и, судя по всему, поддержка карт памяти отсутствует. Камера имеет разрешение 7 мегапикселей, а вот вспышки, к сожалению, нет. Видимо, лишняя дырка на тыльной стороне устройства нарушала общую симметрию. Для связи с внешним миром Ransible оснащен модулями Bluetooth и Wi-Fi, а также 3G и LTE. Работает смартфон на Android 5.1 с фирменной оболочкой BaniOS, в основе которой лежит открытый код, используемый браузером Chrome. Но вот незадачи устанавливать приложение из Google Play будет нельзя, так что функциональность девайса резко ограничивается. В данный момент компания по сбору денег близится к завершению, а необходимой суммы пока нет, так что, возможно, необычный девайс так и не поступит в массовую продажу. На этом все. Следующий выпуск смотрите уже завтра. Также вступайте в нашу группу в социальной сети ВКонтакте. Адрес сообщества сейчас на ваших экранах. В студии был Андрей Соколов. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!